загадочная поклажа вот у нас лежит тут уже три месяца кто не знает что там пишите ваши комментарии что-то мог возвращаемся домой и журечка держит веревочку невозможно выжить нет ни воды ни еды это уже атлантический океан прям бушует поддержите наш канал копеечкой на пиво на пиво всем привет сегодня так сегодня что у нас сегодня у нас 28 число января мы прибыли на нашу крайнюю точку от которой мы будем подходить потом до следующих до следующих островов ночью мы стояли вот там у нас очень сильно качала мотала короче было не комфортно волна океанская заходила и поэтому мы решили зайти здесь мы привязались на стоит 40 долларов сутки здесь мы два дня потому что завтра будет 35 узлов ветер и следующий переход по океану у нас 50 миль нам нужно дойти до следующих островов я уже сказала потому что через пару недель нам приезжают наши старшие дети улица погода хорошая но такой просто ветерочек нет тут есть пляж есть ресторан говорят там очень вкусно кормят но очень дорого так наш капитан едет он заплатил это колесо на котором мы стоим сейчас наш маленький джордж спит и мы идем на берег пойдем на берег на пляж пляж там еще какие-то галереи галерея есть посмотрим а еще мы шли по этому узкому каналу он там глубина там была короче маленькая глубина и нужно только 3 дюйма под килем не знаю что это значит столько что ли столько? 3 дюйма вот столько? не знаю сколько очень мало ну а ну а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Держись, Маша! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Высадились на новый берег Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Есть рыбаки, которые на палку с веревкой закидывают и ловят сразу карася. А есть не рыбаки, но видимо я из второй категории. Не получается, ну фига. Не понимаю. Или может быть у меня карма такая, что живых существ нельзя убивать. Кончу поймал. Кончу поймал вчера, три штуки я отпустил. Жалко стало. Кончатая такая ракушка, большая. Внутри там мясо, белок. У меня такие глаза печальные, жалко мочито. Блин, остро. Просто капец. Это машина здоровья, подписчики. Поддержите наш канал копеечкой. На пиво? На пиво. Капитан сказал вам. Бутылка пива 7 баксов. Бутылка пива 7 долларов. Ужас такой. 350 миллилитров. Это кошмар. О, что это? Ой, как кошмар. Кошмар какой-то. Тут короче, такой бар. Ну бар, не знаю. Типа бар. Все оставляют свои там футболки Плажки Плажки, трусы, носки Короче, куча футболов всяких разных С подписями Вирджиния, Вестерн Что еще? Канадские Ну и бар такой маленький Куча америкосов Два канадца Возвращаемся домой Журечка держит веревочку Молодец, Журик Играет музыка Возвращаемся домой Возвращаемся домой Канадские Выбросились на неизведанный берег. Посмотрите, невозможно выжить. Нет ни воды, ни еды. Одни голые страшные скалы. Ой, как паслись. Бензин закончился, двигатель отвалился, весло погнулось. Одним веслом отбивались вот такой вот игровой. Только вот какие-то яблоки. А вот это та самая яблока, которая ядовитая вон висит, которую даже трогать нельзя. Это лайм вообще-то. Может это лайм, а может и не лайм. Короче, мы приехали тут на остров, не на остров, а на пляж. И в общем весь пляж наш. Погода свееветренная, плохая. За скалами плюс 35 по морским узлам. Да, папа? По морским узлам. Хотели пройти на ту сторону, посмотреть шторм, но там все приват. Проперти. Туда нельзя заходить. А эти вот ищут у нас приключения. Папа у нас у него майки такой веселый. Ищем змеи, чтобы хоть какой-то протеин восполнить белок. Не будем жить вам в той бочке. Так вот, на. Это квадрат-то капец. Будем жить в бочке и потом еще из пальмов сделаем себе убежище. Ну и какие-то знаки спасения восстанавливать. Паук смертельно опасный. Выглядит смертельно опасно. Ну на самом деле это просто такой вот клочок пляжа. Лена обживается хозяйством. Стул пластиковый. Ну все, надо его брать на бак. На баке будем сидеть. Годный, да? Да. Жорик со своих старых трусов сделал себе бандану. Из майки алкоголички себе выстругал бандану. В общем и целом, хотели подняться наверх туда, но там написано праве почему-то. Странно этот. Причал построенный. Лестница на гору вон туда наверх. И почему-то правит. И думал это паблик. Наивный эстонский парень. Во! Солнышко вышло. Четко. Солнышком всегда веселее. Да, мамик? Ага. Ладно, одеваем ласты. Купальный костюм. И на разведку. Что там, какой-то протеин искать. Доброе утро. Проснулись в очередном месте. Перешли вчера через пролив. Ну, типа океанский такой участок. 50 миль. Там погода была благоприятная. Единственное окно за неделю мы им воспользовались. Перешли на следующую группу островов. Заходили в узкий пролив. Вот в этот вот. Шириной может быть там 200 метров примерно. В полной темноте. Уже было 8.30. В 8 часов вечера. Чисто по приборам. Ни хрена на улице ни света, ни луны не было. Звезды только моргали нам своими одноглазыми лицами. Подмигивали. Но света они не давали. В общем, пришли полные ночи. Лена стояла на баке с мощным фонарем. И светила нам путь. Чтобы мы не въехали ни в какой коралл тут. И ни в другие лодки. Половина которых стояла без даже якорных огней. Несколько было, да? Там, наверное, лодок 6 было всего. Пара была без огней. Кинули якорь. 100 футов на 10-футовой глубине, на всякий случай. И опять нам приходится убегать. Утром проснулись. Поняли, где мы стоим. Вот мы стоим. Вон там вот узкий проход. В который мы зашли, зашли вот сюда, вот в сторону. Здесь вот небольшая баночка мель. И вот так вокруг мы обошли. Кинули якорь здесь вот. Пытался ночью поймать рыбу. Рыбы много, но ничего не закрывало. Кальмар даже подошел. Понюхал кальмарницу и ушел дальше. Узкий пролив вот здесь между Яичный остров и Королевский остров. Ну там мелкая, совсем и дальше там коралловая. Прям полметра глубина. Сегодня ветер будет до 35. Отсюда, с этой дырки. Поэтому мы сейчас уходим отсюда. И потом зайдет сюда. Мы уходим туда внутрь. Там небольшой заливчик. Полностью закрытый. Это, кстати, ресорт. Весь Royal Island исправится. Ветер уже поднимается. Надо собирать манатки. Чапать. В принципе, мы тут ок. Но вот этой дырки будет задувать. Плюс качает. Плюс есть место получше. Почему бы и не уйти. Что мы и сделаем. Да, Пупся? Можно чуть-чуть? Нет. Сегодня день без компьютеров, без телефонов. Наслаждаемся природой. Да. Я тебя снимаю. Тебе не стыдно? Пять секунд. Shame on you. Пять секунд. Выпрашивай меня поиграть на компьютере. Пять секунд и сидит потом полдня. Чистая женщина. Я не буду полдня играть. Скажи это на камеру. Я тебе запишу. Я не буду. 100 миллионов тысячи Ауэн сидит на компьютере. А сколько? Пять секунд. Да. Пять секунд. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять секунд. В общем мы поехали. Продолжение продажи скоро. Наблюдайте на нашем канале. Подписывайтесь. И угостите нас пивком. Который здесь стоит по всем баксу за 0,3. Хочется пива. Пельмени с майонезом. И что еще? Суши, да? Ох. Пельмени с майонезом. Ух. Пельмени с майонезом. Что, не хватает сил? Вот ей место скоро в залописи. Ладно, хватит. Можешь вытащить с опелкой. Продолжаем репортаж. Сегодняшний день продолжился в такой замечательной бухте живописной. Royal Harbour. У меня прям закрыт внутри. Полностью вокруг. Закрытая акватория острова. Маша тут сидит, занимается своими подилками. Рисунки. Пишет книгу. Здесь причал на ресорт местный. Соседи поехали на подолборде кататься. Вот. А заход в это место через пушки такой проливчик. У нас сейчас яхта заходится. Наверно метров 50-60 шириной всего. И при серединке нужно сюда заехать. Зайти. Сегодня ночью будет 37. Поэтому все сюда ломятся, прятаться от ветра. Снаружи уже ощущается где-то 25. Здесь, ну, где-то 8-10. Снаружи ощущается. Да, снаружи ощущается, Лена говорит. Так. Так сильно я скрутил. Вот где сейчас здесь. Чехол. Убрать парус. А, этот флаг. Ну, все. Яхта не успешно зашла в это место. Выбирает сейчас якорную себе стоянку какую-то. Ну, так по. Здесь лодок на 40 примерно. Здесь можно встать и там дальше тоже. Везде очень удобно. Максимальная глубина где-то 12 футов всего. И берег очень глубокий тоже. Так что нужно немного расположиться. Высыпали 100 футов. На глубине 11 футов. Пляжа тут особо нет. Есть такой причал на ресорт. И вот этот причал для местной баржи. Там вот какая-то техника строительная стоит. И строительная. И пидон для воды. Сюда, наверное, воду привозят. Маша продолжает рисовать свою книгу. Вода не очень прозрачная здесь почему-то. Метров, наверное, пару метров. И уже не вижу я канат наш. Такая не очень напитка. Посмотрим. Загадочная поклажа вот у нас лежит тут уже три месяца. Кто не знает, что там, пишите ваши комментарии, что там может быть. И зачем оно там надо. Оно лежит на вентиляционном люке еще. Мешает очень сильно. Но пока на САУ доставать я ее не буду. Пишите в комментариях, что вы думаете, что там лежит. Кто не знает. Солнечные батареи отрабатывают. Плюс 29, где-то 30 ампер дают в час. Батарея у нас 500 ампер всего. Заряжает где-то на хороший день 25%. Вот три батареи по 200 ватт. И одна батарея 150 ватт. Гибкая. Упдейт будет позже, когда будет ветерок наверно. Новая рубрика «Жорик-пирожорик». Что у нас на столе? Что едят яхтсмены в дождливые зимние вечера? На улице пошел дождь. Это о нашей погоде, то, что я говорил. Туч там надвигается. Жорик ест салат. Родители едят вот это вот. Винишко нам подогнали на водной Марине. А дед, видишь, к нам подогнал дед Дельтавилья. Мы увезли на какое-то событие. Вот что-нибудь событие. Мы в середине Багамов где-то куда-то дошли. Остатки витамина. Всем салам алейкум. Двадцать минут спустя на улице ливень. Сильный ветер. И пьяный капитан. А рыбы все нет. Город Спейниш Вэллс. По-русски испанский колодец. Город Спейниш Вэллс. Город Спейниш Вэллс. Город Спейниш Вэллс. Город Спейниш Вэллс. Город Спейниш Вэллс.